Бригада из пяти человек занимается сбором полумасок, которые защитят органы дыхания сотрудников на производстве. Каждый занят на определенном этапе, чтобы в итоге изделие было готово к использованию. Полумаска состоит из каркаса, клапана вдоха-выдоха, экрана, наголовника, пряжки-оголовья, пряжки шейные и корпуса полумаски. А вот так проходит проверка полнолицевых панорамных масок, которые полностью закрывают лицо человека. Для тестирования используют специальные установки, которые помогают определить надежность изделия. На данном этапе мы уже проводим проверку на герметичность для того, чтобы убедиться, что маска пригодна к использованию дальнейшим человекам. Это предприятие Сорбент, где производят средства индивидуальной защиты органов дыхания. Причем это одна из тех компаний, которые способны быстро перестраивать рабочий процесс, реагируя на новые вызовы. В первые дни распространения коронавируса в регионе предприятие нашло новые возможности и обеспечило медиков прикамия средствами индивидуальной защиты. За время пандемии выпустили около 4 миллионов масок разного типа и защитных комбинезонов. Возможности и перспективы представители предприятия обсудили с главой региона Дмитрием Махониным. Сейчас российский рынок средств защиты органов дыхания насыщен продукцией иностранного производства. В сегодняшней ситуации у промышленных предприятий могут возникнуть трудности в обеспечении сотрудников этими изделиями. И пермяки могут прийти на помощь. Большая часть продукции имеет европейские сертификаты. И мы видели и видим рост спроса на нашу продукцию. И в целом по краю по поручению губернатора сейчас проводятся мероприятия, направленные на сохранение социальной и экономической стабильности. Разработан пакет мер поддержки. Что же касается санкционного давления, говорят специалисты, это и вызов, и окно новых возможностей. Наша ключевая задача вместе с предприятиями, как я сказал, этим окном возможности воспользоваться. Что мы будем делать, и на самом деле мы это делаем последние несколько лет. Это промышленная кооперация, когда мы с нашими крупными металлургическими, угольными, другими производственными холдингами предлагаем продукцию пермских предприятий. Так что на повестке дня сохранение и создание новых производств и рабочих мест. Встреча с представителями промышленности, малого и среднего бизнеса, чтобы выработать и притворить в жизнь новые механизмы поддержки тех, кому это необходимо. Продолжение следует...